Друзья, наи добрейшего всем вам времени суток, как всегда у микрофона Дог Браун, а на ваших экранах Аркейдж. Данное видео я хотел бы посвятить скорому обновлению русского Аркейджа до версии 4.5, а также тому, что Mail.ru анонсировали новый сервер, который будет своего рода классическим Аркейджем. Очень многие из вас спрашивали, а стоит ли вернуться в игру, а стоит ли начинать играть сейчас в Аркейдж после долгого перерыва, возможно. Так вот, ребят, в принципе, если у вас были планы на Аркейдж, то как раз таки сейчас самое время начать их осуществлять. Расскажу почему. Во-первых, новый сервер, так же как и обновление 4.5, они уже анонсированы в Mail.ru, анонсированы они на эту весну, ни на осень, ни на зиму, как многие прогнозировали, а уже совсем скоро, этой весной. Так что ждать осталось недолго. Если вы будете начинать качаться с самого начала, вообще ничего не зная об игре, то, пожалуй, новый сервер это вообще то, что вам нужно. Опять-таки скажу, что это своего рода классический Аркейдж. На данный момент в Аркейдж 55 уровень является каповым, плюс еще 7 небесных уровней. На новом же серваке максимальный уровень 50, и весь контент, естественно, подогнан под данный левел. Так же на новом сервере не будет битворожденных, гномов. Ну, короче говоря, все будет соответствовать. Соответственно, еще и экономика там будет по-новому развиваться, и каждый, скажем так, в мере своего задротства сможет привнести свой вклад в эту экономику сервера. Короче говоря, очень, по-моему, подходящее время, чтобы начать. Ко всему прочему, многие могут задаваться вопросом, а стоит ли переходить? То есть, вот вы сейчас играете и хотите перейти, может быть, на новый сервер. Тут уже, на самом деле, ребят, решайте сами, надо оно вам или не надо, но есть некоторые интересные факторы. Дело в том, что для того, чтобы начать играть на новом сервере, вам не нужен новый аккаунт. То есть, вы можете со своего аккаунта зайти, создать там персонажа и начать играть. Соответственно, ваш премиум аккаунт распространяется и на новый сервер. И, конечно же, кристаллы также распространяются на новый сервер. То есть, если у вас есть, скажем так, заначка с кристаллами, ну или у вас просто есть голда, и вы можете на своем сервере позволить себе затариться жетонами на эти кристаллы, то ваш старт на новом сервере, ну, будет прям вообще комфортный. То есть, тут уже думайте, если вам вот уже на вашем сервере все надоело и хотелось бы начать сначала, то у вас есть реально возможность перевести все свое имущество в итоге в кристаллы и эти кристаллы использовать на новом сервере. Хорошо это или плохо, ничего не буду говорить по этому поводу, решайте сами. Как по мне, хорошо, что из корзины на сайте какое-то время нельзя будет передавать вещи на новый сервер. По-моему, это хорошо. По-моему, правда, это очень хорошо. Хорошо, если честно, я бы, если бы я этим занимался и курировал это, я бы, наверное, запретил бы и кристаллы использовать, ну, хотя бы на какое-то время, чтобы не было массового переселения кристаллов с одних серверов на новый сервер. Как по мне, это способствовало бы какому-то балансу, но могу, конечно, и ошибаться. Пишите, что думаете в комментариях. Далее, обновление 4.5. Оно будет установлено, оно принесет с собой массу изменений в игру, включая умения, включая систему крафта. Многие прогнозируют то, что шмотки, которые сейчас стоят дофига дорого, в связи с изменением системы крафта, подешевеют. Будет так оно или нет, мы, конечно, с вами скоро это уже все узнаем, когда все это установят на сервера и уже будем наблюдать. Но суть в том, что, опять-таки, если вы не хотите играть на классик сервере, вы можете прийти на устонаселенные сервера Аркейджа, такие как Ария, Луций, и начать играть тут с полноценным обновлением 4.5. И тоже быть в плюсе, так как реально обновление затронет очень многие аспекты игры. В принципе, все подробности имеются на официальном сайте Аркейджа, так что при желании можете затем глянуть. Но одно скажу точно, я не планирую переходить на классический сервер. Я человек, который играет вообще в свое удовольствие себе, по кайфу. Кайфа от Аркейджа мне вполне достаточно. Это классная ММО, мне нравится. Я как-то не заморачиваюсь с тем, с чем заморачиваются другие, там, все эти вот россказни про папок, нагибаторов и прочее. Что-то как-то, ну, меня это мало колышет. Я остаюсь дальше на Арии, буду качаться на Арии дальше, развиваться, стримить с Арии и так дальше. Нужно вам или не нужно переходить на новый сервер? Думайте сами. Как по мне, Аркейдж развивается. Ну и обновление 4.5 будет достаточно интересным. Посмотрим, как оно отразится на экономике, на крафте, да и вообще на всем остальном. Так что, жду вас в Аркейдж. Присоединяйтесь, увидимся на стримах. На этом у меня все. Приятной игры, хорошего кача. И жду ваших комментариев. Пойдете, не пойдете, куда, почему, будете переходить или нет, пишите в комментарии. Всем удачи, всем пока-пока.